всем привет меня зовут Артем в этом видео будем обустраивать мосты как мы видим сейчас здесь просто ландшафт вот так вот неуклюже как бы подходит пристань здесь все это мы исправим в этом видео плюс я думаю размер пристани надо чуть-чуть убавить потому что слишком большие борта доходит практически до потолка и перед тем как мы начнем я хочу показать как исправлять такие вот на первый взгляд элементарные ошибки когда ребра выглядят слишком угловатыми как мы видим вот здесь вот все гладко и ребер не видно здесь ребра видны при том что это та же самая топология давайте перейдем в my вот мы видим что здесь тоже видно ребра дабл кликом выделим все и раз выделим нижнюю часть у нас получается выделены только вот эти полигоны затем control to edges to edges мы как бы конвертнули выделение полигонов в выделение ребер затем зажимаем shift правую кнопку мыши здесь вот soft harden edges и здесь на выбор можно выбрать как именно должны отображаться ваши ребра это уже настраивается что-то типа шейдера soften edge если ваша поверхность должна быть гладкая soft это harden что-то среднее и harden harden значит жесткие ребра нам нужны вкладки выбираем soft edges с одной стороны ничего не изменилось но если мы посмотрим ребер больше не видно вот этих вот например на этом объекте на столбе ребра должны быть жесткие чтобы мы видели грани а здесь наоборот все должно быть сглажено и вот для наглядности сейчас мы видим такие вот жесткие грани на этом объекте откроем контент-браузер и так как я не изменял директорию этого объекта при экспорте из майя просто кликаю по этому объекту в контент-браузер нажимаю кнопку reimport и все что мы изменили в майя автоматически изменяется и в игровом движке andriel engine и теперь ребра как мы видим гладки в autodesk майя показал как делать гладкими ребра с одной стороны но разумеется затем я сделаю вторую сторону чтобы и здесь они тоже были гладкими но давайте наконец перейдем к этому куску уровня и проработаем его здесь довольно таки сложный участок например вот в этом участке нам нужно чтобы бордюр у нас заканчивался здесь дальше дорога идет наверх с лесенками здесь и внутри нам совершенно не нужен бордюр а только одна дорога именно для этого как вы могли заметить я понаделала столько вот ассетов и чем дольше вы работаете с одним и тем же инструментом тем больше вы о нем узнаете с каждым днем например изначально я не знал как делать дополнительные точки на сплайне оказывается надо зажимать alt чтобы создать точку но помимо этого я нашел еще одну полезную функцию это миррор эпигеймс довольно умно подошло к этой функции они сделали миррор только по одной стороне то есть если смотреть на сплайн то это отрезок прямая линия и разумеется с одной стороны вам не нужно будет миррорить по иксу если мы сейчас смотрим на сплаве вот он сплайн вот он axis нам не нужно будет миррорить по иксу то есть чтобы вот эта сторона была вот здесь а вот это вот здесь нам этого не нужно в большинстве случаев наверно в 90 из 100 нам нужно миррорить именно по игреку если это пристань чтобы вот этот бортик был не с этой стороны, например, а с этой, если мы будем делать ту сторону. Поэтому они сделали только один миррор, но с другой стороны сейчас сложный участок и мне бы пригодился миррор еще по одной оси, то есть по иксу. Но такой горячей клавиши я не нашел ни в документации, нигде и есть миррор только по игреку. Здесь есть два ассета, где на одном объекте бордюр заканчивается слева, а на другом справа. Таким образом можно сделать, чтобы здесь бордюр шел вместе с дорожкой, заканчивался, а здесь начинался. И это именно миррор по иксу получается, а не по игреку. И если бы здесь была доступна эта функция, то в этом случае мне не пришлось бы делать второй ассет, вот этот вот. Теперь будем делать вот этот вот угол. Для начала надо сместить вот эту вот контрольную точку. Выберем контрольную точку, зажмем Ctrl и кликнем еще раз. Затем выделяем именно сам сегмент и здесь переходим в раздел Landscape Spline Meshes и видим, что у нас здесь вот такой вот объект. Сейчас давайте заменим его на другой. Допустим вот этот. И как мы видим, он как бы дублируется два раза и получается два коротких таких бордюра. Это все из-за того, что вот эта контрольная точка находится дальше ширины этого сегмента. Если мы выделим ее и немного подвинем, то мы видим, что она просто дублируется. И если мы оттянем еще дальше эту контрольную точку, то он так и будет дублировать вот этот сегмент. Поэтому если у вас получается два маленьких таких сегмента, то просто подвиньте ближе. И здесь применим пристань уже полностью без бордюров. Потому что здесь угол и если мы сделаем бордюр, то он будет заканчиваться чуть ближе или чуть дальше. Это неудобно. Удобнее здесь применить просто пристань без бордюров. Как мы видим вот здесь вот такой вот проем образовался. Да, кажется я нашел в чем была проблема. Дело в том, что когда я создал вот эту контрольную точку, видимо не сработала привязка двух контрольных точек. То есть возможно вот эта просто точка не была выделена. И получается, что вот эта точка это отдельный сплайн. И поэтому он никак не связан с предыдущим. Именно поэтому и получается такой вот обрыв. И обязательно, как вы понимаете, надо выделять сначала последнюю точку, затем зажимать control и нажимаем. Теперь как вы видите никаких пробелов нету. Все цельное. Выделим этот сегмент и применим просто plane. Нажмем несколько раз, чтобы ландшафт выровнялся. Можно выделить этот сегмент и немного подвинуть его вручную. Так как здесь будет мост, то совершенно не будет видно. И можно делать еще такие вот завороты. Control-H отобразить спрятанное и посмотрим, что здесь получается. Ну да, немножечко надо поправить ландшафт. Ну что ж, на этом все. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok